На этой неделе в аэропорту Манас приземлился самолет. На его борту было 450 человек. Преимущественно это беременные женщины и матеря с маленькими детьми. Они вернулись на родину из Москвы. Первая очередная задача была вывести пассажиров беременных женщин и с детьми пассажиров. Сегодня эта организация прошла успешно. Далее пассажиры будут размещены в обсервационные центры. Там после анализов будет приниматься решение о дальнейшем пребывании граждан наших. Либо они будут находиться на домашнем карантине, либо будут они находиться под наблюдением наших врачей, наших кыргызских врачей. Самара Джулдошева прожила в Москве 10 лет. Когда началась вспышка ковид-19, захотела вернуться домой, но не смогла. Авиасообщение между Россией и Кыргызстаном временно приостановили. Я очень рада, что прилетела в Бишкек, вернулась домой. Спасибо правительству и посольству, что помогли нам. Организовали спецрейс. Возврату домой рады и матеря с маленькими детьми. Кыргызстанки очень боялись, что их малыши могут заразиться, а дома как-то спокойнее, говорит Алия Чекирова. Стоит отметить, что возвращение на родину беременных и женщин с маленькими детьми – это часть большой правительственной программы, которая реализуется по поручению президента. Сурон Байджинбеков дал задание Кабмину помочь вернуться домой соотечественникам, так как авиасообщение временно прервано со всеми странами. Все прилетевшие женщины помещены в обсервацию. В свое время в такой же изоляции был и Ирмек Парпиев. Он прилетел на родину с Южной Кореи еще в марте. Дома его ждала беременная жена. Но воссоединилась семья нескоро. Первые семь дней своего карантина Ирмек провел в обсерваторе. Общался с родными только по телефону. Однако такой дисциплиной отличались не все. Были и те, кто стремился быстрее попасть домой. Я лично таких не поддерживаю и не поддерживаю. Потому что ни у кого нет гарантии, что он на 100% здоров. Потому что он, когда прилетел сюда, в Кыргызстан, с несколькими людьми, с разными людьми прилетел, мог заразиться. Поэтому мало того, что он сам заразился, он мог и в первую очередь своих родных заразить. После этого уже народ Кыргызстана. На седьмой день карантина у Ирмека взяли второй ПЦР-анализ. Он, как к слову и первый, дал отрицательный результат. Однако мужчина домой возвращаться не стал. Оставшуюся карантинную неделю решил провести в полной изоляции. Снял для этого отдельную квартиру. После окончания изоляции Ирмек домой возвращался пешком. Такси тогда уже не ходили, потому что действовал режим ЧП. А звать родственников не решился. Ведь чем меньше контактов, тем больше шансов не заразиться. Если бы так ответственно к соблюдению карантинных мер подходили все кыргызстанцы, то Лира Иманбаева в этот выходной день была бы не на работе, а провела его в кругу семьи с любимыми внуками. Врач-инфекционист трудится с первых дней, как в стране был обнаружен коронавирус. Смена длится шесть часов. Потом работа с документами и отдых. Но не дома, а в больничной палате. Своих родных Лира не видит уже третий месяц. Общается с ними только по телефону. Работать с коронавирусными больными Лиру никто не принуждал. Женщина до вспышки преподавала в Международной высшей школе медицины. В республиканскую инфекционную клиническую больницу пришла добровольно, по зову сердца. Мы давали клятву Гиппократа, поэтому на заотходу нет. Мы обязаны просто к концу бороться с этой инфекцией. У нас есть еще молодые врачи, у которых маленькие дети дома остались, семьи. У некоторых родителей может быть больные, за которыми тоже надо смотреть. Обязанность и долг перед Родиной мы обязаны выполнять. Работа в инфекционной клинической больнице очень сложная. В защитном костюме невыносимо жарко, а в маске сложно дышать. Мы все-таки заперти здесь, как сказать, безвылазно работаем здесь. И под маской все равно появляется гипоксия. Поэтому, наверное, иммунитет падает по чуть-чуть. Тем более, вы знаете, что именно весной идет гиповитаминоз. Но сложности не только физические, рассказывает Лира Асанбекова. Тяжелее всего психологически. Особенно плохо становится в те моменты, когда заражается кто-то из коллег. Чем больше появляются такие больные, тем, конечно, больше боятся, беспокоятся об этом, что могут тоже заразиться. Но продолжаем работать, потому что это, в первую очередь, наша обязанность. Стараемся еще больше предохраняться, чтобы лучше одеваться, чтобы этого не было заражения. О своем выборе Лира не жалеет. Врач отмечает, она готова оставаться в больнице, быть оторванной от дома столько, сколько понадобится. Главное, чтобы кыргызстанцы не болели. Еще раз хотела бы напомнить нашим...